Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, позвольте представить вам доклад о частоте востребованности онкартипедических пособий у пациентов с метастатическим поражением скелета. Актуальность проблемы заключается в необходимости улучшения качества жизни больных с метастатическим поражением скелета с применением, помимо специальных методов лечения, также онкартипедического пособия. Цель наша – оценить частоту востребованности онкартипедического пособия у больных с метастатическим поражением костей. Частота метастатического поражения костей, как мы знаем, зависит от морфологического типа опухоли. Наиболее частой на залоге является молочная железа. Частота метастатического поражения костей с учетом локализации наиболее часто поражается позвоночный столб, реже плоские кости, ребра, на третьем месте длинные трубчатые кости. По частоте востребованности хирургического компонента заболевание молочной железы составляет порядка 14,5%, по заболеваемости щитовидной железы порядка 22%. Стоит заметить, что востребованность хирургического компонента с метастатом кости по данным 1989 года составляла всего 9%, и общая востребованность нашего центра в настоящее время составляет 28%. Тут представлены типы операций при метастатическом поражении кости. Это онкологическое эндопротезирование, интермедулярный погружной и накосный остеосинтез, декомпрессивно-стабилизирующая операция и малоинвазивные методы ортопедических пособий. В среднем в эндопротезировании нуждается 35% пациентов, и остеосинтез с применением полиметилометокрилата 38%. Выживаемость больных однолетняя с применением онкортипедического пособия составляет 45%, пятилетняя выживаемость 13%. Однолетняя общая выживаемость без оперативного вмешательства – порядка 13%. Итак, с апреля 2015 года по май текущего года нами было проконсультировано 906 больных с метастатическим поражением скелета. По нозологии также преимущество занимала молочная железа. 252 пациента имели показания для выполнения онкортипедического пособия. По морфологическому признаку они распределились так. По локализации метастатического процесса наиболее часто у нас поражался позвоночник. Угроза патологического перелома была выявлена у 73% пациентов, состоявшийся патологический перелом – у 27%. Итак, 252 пациентам было выполнено 355 операций. Первый раздел операций – это малоинвазивные методы, включающие в себя остеопластику и вертовопластику. К нами было выполнено 241 вертовопластика и 43 остеопластики. Наиболее часто поражался грудной и поясничный отделы позвоночника. Также оценка результата и функционального статуса была оценена по шкалам ВАШ, ВОТКИНС и КОК. Отсутствие задника замыкательной пластины тела позвонков имело место при 52 вертовопластиках. Клинический пример – пациентка с множественным метастатическим поражением скелета, заболевания молочной железы. Нами было выполнено многоуровневые вертовопластика – 10 позвонков. Соответственно, результат. На фоне проведенного лечения у пациентки отмечается значительное улучшение функционального статуса, оккупирование болевого синдрома. Стоит отметить также то, что до выполнения ортопедического пособия пациентка находилась полностью в лежачем положении. И, соответственно, это состояние пациентки через 6 месяцев после, начиная от первой вертовопластики. Срок наблюдения – 24 месяца. Также пациентка множественным метастатическим поражением костей, заболевания молочной железы. Нами была выполнена остеопластика по поводу угрозы протрузионного патологического перелома крыши вертложной впадины. У пациентки беспокоил интенсивный болевой синдром. У пациентки наблюдается более трех лет нами. И в настоящее время, соответственно, движение пациентки передвигается без средств дополнительной опоры. Даже приседает. Следующий клинический пример. Хочу остановиться на нем. В результате того, что не всегда хирургический метод должен выступать на первом месте. Пациентка с метастатическим поражением скелета, рака молочной железы, большой мягкотканный компонент в области 3-4 грудных позвонков. Учитывая, что гистологические люминальные типа у пациентки, на первом этапе пациентке было проведено химиотерапией, лучевая терапия. И на фоне чего, по данным комплексного обследования, было выявлено уменьшение мягкотканного компонента более чем в 50%. И на фоне проведенного этого лечения, также улучшение функционального статуса и отсутствие болевого синдрома в верхнем грудном отделе позвоночника. Следующим этапом нами было выполнено по поводу угрозы патологического перелома вертового пластика 2-4 грудных поясничных позвонков. Это состояние пациентки после 3 месяцев, после выполненного или проведенного лечения. В настоящее время пациентка передвигается гораздо более активнее, без трости, уже передвигается на 2-3 лестничных пролета. Следующий раздел оперативных вмешательств – это декомпрессивно-стабилизирующая операция. Стоит отметить, что за 3 года выполнено нами 24 таковые операции. Может, для кого-то покажется, что это небольшое количество, но получается так, что мы избирательно относимся к пациентам, учитывая именно гистологический тип, и зачастую удается справиться с специальным методом лечения, как это было представлено в предыдущем примере клиническом. Клинический пример – заболевание щитовидной железы, метастатическое поражение костей, состояние после тироидектомии, большой мягкотканный компонент в области 12-го грудного позвонка, неоднократное хирургическое лечение у пациентки. К тому обратился центр с большим мягкотканным компонентом, который занимал субтотально 12-й грудной позвонок, просираясь на 12-е ребро. Это этапы операции – выделение мягкотканного компонента 12-го грудного позвонка с резекцией 12-го ребра, диафрагмы, костальные плеворы. Визуализируется нижняя доля правого легкого. Это ветраны после удаления опухоли, сам макропрепарат, соответственно, область тела 12-го грудного позвонка и огромнейший мягкотканный компонент. Это рентгенологическая. Далее была выполнена прямая вертовопластика и рентгенологическая картина. На фоне проведенного лечения у пациентки отмечается снижение интенсивности болевого синдрома, улучшение тактильно-чувствительности нижней конечности, так же функционального статуса. Вот состояние пациентки. Пациентка прислала это видео в мае текущего года. Срок наблюдения – 37 месяцев. Как видим, передвигается абсолютно спокойно, без средств, по-моему, даже наклоны. Вот такие физические упражнения может выполнять. Следующий пациент – салитарное поражение четвертого грудного позвонка, рака почки. Состояние после нефродреналэктомии. И нами было, видим то, что по данным гидридонанса томографии, опухоль занимает более 50% позвонка, а также с компрессией спинного мозга. Нам было выполнено оперативно вмешательство в объеме вертеброэктомии с эндопротезированной крючковой фиксацией. Отмечается также снижение интенсивности болевого синдрома и улучшение функционального статуса пациентов, оцененного по ниже указанным шкалам. Вот пациент активизирован на вторые сутки уже после оперативного вмешательства. Это видео на пятые сутки после операции. Стоит заметить, что пациент весит 140 кг. Срок наблюдения пациента – 30 месяцев. Третий раздел операции – это остеосинтез анокостно-интрамедулярный. Было выполнено 21% вмешательства на бедренной кости, 5% на плечевой, 3% на большеберцовой кости. Состоявшийся патологический перелом был у шестерых больных, угроза патологического перелома у 23%. Оценка производилась по болевому синдрому и по функциональному статусу по шкалам ВАШ, ЭКОК и МСТС. Результаты представлены. В целом отмечалась у большинства пациентов положительная динамика. Клинический пример – метастаз рака легкого в бедренную кость. С угрозой патологического перелома картикальный слой истанчон, как мы видим, выполнен интермедулярный остеосинтез с одномоментной остеопластикой зоны метастаза. Пациентка передвигается самостоятельно, это через 3 месяца после проведенного оперативного вмешательства. До этого пациентки беспокоили интенсивный болевой синдром, в настоящее время болевой синдрома нет. Средка прихмаромывает на оперированную конечность, но в целом передвигается без средств дополнительной опоры. Следующий клинический пример – метастазатическое поражение плечевой кости холангиоцеллюлярного рака. На первом этапе с целью снижения интероперационной кровопотери и областичности процесса была выполнена эмболизация опухоли. И вторым этапом был выполнен интермедулярный остеосинтез плечевой кости с одномоментной остеопластикой. До операции стоит заметить то, что движения были в суставе полностью у пациентки ограничены, передвигались в косыночной повязке. После операции движения в плечевом суставе были восстановлены, угол отведения порядка 40 градусов был. К сожалению, видео не представлено и через 3 месяца после проведенного оперативного вмешательства выбыло из нашего наблюдения. Далее пациент-мужчина, рак грудной железы, метастатическое поражение большеберцовой кости. Мы видим также по данным рентгенологической картины истончение кортикального слоя, угрозу патологического перелома. Нами было выполнено оперативное вмешательство в объеме фрагментарной резекции большеберцовой кости N-блок с одномоментной остеопластикой и накосным остеосинтезом. Пациент в настоящее время полностью реабилитирован. Срок наблюдения пациента в настоящее время составляет 33 месяца. Следующий пациент – солитарный метастаз рака почки в левую большеберцовую кость. Также была выполнена фрагментарная резекция большеберцовой кости. Здесь макропрепарат, края опухоли чистые. Объем операции – фрагментарная резекция с одномоментным интермедулярным остеосинтезом и остеопластикой. Прямой остеопластикой. Стоит отметить, что собственная связка надколенника, которая была пересечена интероперационно, далее была подшита к костному цементу. И функциональный статус через 11 месяцев после проведенного вмешательства. Пациентка передвигается довольно активно, без среза дополнительной опоры. Болевой синдром пациентку не беспокоит. И четвертый раздел операции – это резекция костей. 13 пациентам было выполнено эндопротезирование крупных суставов. И резекция костей – две резекции грудной стенки, две резекции лопатки, крестового подозрения, креста по одному примеру. Пациентка с элитарным метастазом рака молочной железы в проксимальный отдел бедренной кости, патологический перелом шейки бедренной кости. Выполнена проксимальная резекция бедренной кости с эндопротезированием тазобедренного сустава. Состояние пациентки через 8 месяцев после оперативного вмешательства также передвигается абсолютно реабилитированно, передвигается самостоятельно. Также клинический пример – сэлитарный метастаз рака почки в левую лопатку. К нами было выполнено на первом этапе с целью также снижения интероперационной кровопотери эмболизации эфирентных сосудов. И далее проведена субтотальная резекция лопатки. На слайде представлена головка плечевой кости и нижний угол лопатки. Макропрепарат с резекцией суставной поверхности плечевого сустава. Стоит отметить, что интероперационно было выполнено сохранение клювовидных плечевых отростков, что не повлияло на функцию, отводящую функцию конечности. В настоящее время пациент проводит дальнейшую самореабилитацию. Сам пациент – художник. В настоящее время абсолютно никаких трудностей нет с профессиональной деятельностью. Срок наблюдения – 7 месяцев. Таким образом, процент востребованности онко-ортопедического пособия, включая малоинвазивные методы, составляет по нашим данным 27,6%, без малоинвазивного метода – 7%. Малоинвазивные методы применены 74% больным, декомпрессивно стабилизирующие операции резекции костей – 28% пациентов. Если разбить наши данные по морфологическому признаку, получается, что востребованность хирургического пособия с метастазами в кости наибольшая у молочной железы, почки и щитовидной железы. Значенных осложнений после проведенных оперативных вмешательств по всем группам не отмечено. На фоне проведенного лечения у 89% больных отмечалось снижение либо полностью купирование болевого синдрома. Получена положительная динамика неврологического статуса у 75% пациентов после декомпрессивно стабилизирующих операций и улучшение функционального статуса по шкалам ЕКОК и МСТС – 33% и 77% соответственно. Благодарю за внимание. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Спасибо за доклад. Хотелось бы уточнить позицию вашего отделения по использованию лучевой терапии у пациентов с метастатическим поражением костей. На сегодняшний день европейская тенденция выполнять лучевую терапию после проведенной операции. Мы, например, так не делаем, ну, конкретно наше отделение. Какая у вас позиция? Нужна ли лучевая терапия после операции, проведенной, да, там, в объеме пластики, резекции или изолированной остеосинтеза либо вертебропластики? Может быть, это как-то зависит от типа опухоли? Есть ли какие-то наработки собственные или на что-то вы ориентируетесь? Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Значит, все пациенты с метастатическим поражением скелета в обязательном порядке у нас консультируются радиологам. После вертебропластика мы оцениваем их полноценный функциональный статус и опираемся именно на болевой синдром. Если в том случае нам удалось добиться положительного результата и почти полностью скупирование болевого синдрома после именно выполнения хирургического лечения, то мы лучевую терапию чаще всего оставляем как резерв. А так, в обязательном порядке, если достаточный болевой синдром существует, то есть показания, то лучевая терапия согласно назначениям ардиолога проводится. То есть основной критерий – это наличие болевого синдрома? То есть с точки зрения именно лучшего локального контроля не рекомендуете. Спасибо большое. Спасибо за интересный доклад. Очень, конечно, впечатляют вот эти 10 позвонков с вертебропластикой. Мне интересует вот такой ответ на мой вопрос. Проводили ли вы всем этим пациентам или проводите компьютерную томографию легких после вертебропластики? И были ли у вас случаи цементной эмболии? Если да, вот какой процент и что вы делали с этими пациентами? Значит, все пациенты у нас наблюдаются, остаются под наблюдением каждые 3 месяца в обязательном порядке делают компьютерную томографию. После вертебропластики? После вертебропластики, да. На следующий день делаете компьютерную томографию? На следующий день компьютерную томографию? Нет, мы не делаем. Не делаем. Делаем компьютерную томографию в тех случаях, если есть какие-то клинические проявления, которые, грубо говоря, не совсем по плану, или более усиление болевого синдрома что-то смущает в плане нарастания неврологического дефицита, тогда, соответственно, мы в срочном порядке делаем. Так, в планном порядке после выписки пациента на контрольное обследование все пациенты через 3 месяца, скажем, 3 месяца в течение первых двух лет приходят. И в плане эмболизации цементной у нас в данном случае не было таких осложнений. Выход в мягкие ткани был, да, в кусте цемента, но мы не считаем то, что это значимое осложнение, потому что клинические в основном они никак не проявляются. Хорошо, тогда у меня еще один вопрос. Не наблюдали ли вы после вертебропластики, ну, может быть, в каком-то отсрочном варианте, более быстрое прогрессирование заболевания? Ну, тут прогрессивное заболевание, наверное, это больше вопрос именно проведения системного лекарства лечения, насколько и от гистологического типа опухолизовит. Вот такие вот, связанные именно с выходом опухолевых клеток при заполнении полости опухолевых цементов, вы не наблюдали? Я не наблюдал. Спасибо. Дело в том, что во время вертебропластики там есть еще два эффекта, которые обладают цитостатическим действием. Цемент застывает при температуре выше 80 градусов. Это идет термокоагуляция тканей, опухолю в том числе. И сам цемент достаточно токсичный препарат, и он обладает, как доказано сейчас в литературе, одновременно и цитостатическим действием. Поэтому вертебропластика на сегодняшний день, наверное, является одним из методов выборов, но в умелых руках. Это очень важно. Пожалуйста, пожалуйста. Хотел дополнить второй ответ, почему мы именно сначала оставим вопрос по лонко-ортопедическому пособию, а не получивой терапии. Потому что лонко-ортопедическому пособию, в первую очередь, является для стабилизации и предотвращения патологических переломов, либо основной смысл стабилизации. Потому что на фоне лучевой терапии может, наоборот, усугубиться уменьшение мягко-тканового компонента, и тогда получается патологический перелом. Поэтому первым этапом всегда ставим вопрос по лонко-ортопедическому пособию. Если требуется дополнительно, уже ставится вопрос по лучевой терапии, в плане обезболивающей терапии, если на фоне лонко-ортопедического это не уходит. И также в нашей клинике есть возможность радиизотоповедения для решения вопросов по полевой симптоматике. Спасибо. Еще вопрос. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Вы продемонстрировали вертеброэктомию с метастазом рака почки. Скажите, какая была кровопотеря интероперационная? Интероперационная кровопотеря составила порядка 2 литров. Литр 800, кажется. Это очень хороший результат. Я не буду комментировать дальше. Второй вопрос. Вы утверждаете, что не все патологические образования в позвоночнике нужно оперировать. Я абсолютно согласен. Но при этом продемонстрировали пациентку, которая прошла курс лучевой терапии с нижним парапорезом, которая ходит с помощью трости. И с точки зрения нейроонкологии это является абсолютным показанием для того, чтобы выполнять декомпрессивно-стабилизирующую операцию. Как Вы к этому относитесь? Ну, согласен. Спасибо за вопрос. Согласен, что на первом этапе вероятнее всего есть показания для выполнения декомпрессивно-стабилизирующей операции. Но выбором нашего отделения в данном случае стало улучшение неврологического статуса у пациентки и функционального. Поэтому выбором стало ограничение специального лечения без декомпрессивно. Дело в том, что лучевые терапевты, даже если есть признаки компрессии спинного мозга, они не должны брать или не хотят брать этих пациентов. Потому что любая лучевая терапия сопряжена с отеком мягких тканей и прогрессированием неврологического дефицита. То есть это вопрос очень дискутабельный, открытый и современный на сегодняшний день подход связан таким образом трактуется. Нейрохирург выполняет, или, скажем, ортебролог выполняет декомпрессивную операцию, потом проходит курс лучевой терапии, а потом решается вопрос стабилизации или других каких-то методов лечения. Данный результат, который был представлен, он произошел после проведения специального лечения именно химиотерапии. Дальше уже компрессия спинного мозга не выражена, и следующим этапом была проведена, поэтому лучевая терапия. Спасибо. Анатолий Александрович, еще один вопрос, буквально такой, организационный. Как финансируется эмболизация и резекция? Это все в одну квоту у вас входит, или же вы разбиваете? В разное. Это две госпитализации разные. Соответственно, эмболизацию проводят накануне за сутки до операции, максимум за двое. Стараемся за сутки. Пациент на следующий день выписывается и вписывается в отделение нашего уже, а там хирург, и выполняется оперативная вмешательность. Хорошо, спасибо. Спасибо.